Добрый день, дорогие телезрители! В эфире канал Автоплюс, программа Попутчики. Я Юрий Новиков и тема сегодняшней программы «Без пробега по России». Выгодно ли пригонять сегодня в настоящее время автомобили из-за границ? И я представляю наших экспертов, наших гостей. Это Михаил Чернов, генеральный директор компании «Алта Дойчланд» и Илья Куницкий, директор компании «Элитпост». Здравствуйте, господа! Вопросов много, не скрою, что мы уже кое о чем поговорили. И я вас буду возвращать к тому, о чем мы уже вне эфира проговорили. Но прежде чем начать нашу беседу, давайте посмотрим сюжет, который приготовили мои коллеги. Покупка поддержанного автомобиля за границей для многих, как им кажется, способ сэкономить на приобретении. Цены без учета растамушки ниже, выбор богаче, но вот только и рисков гораздо больше. Этот автомобиль был куплен в Латвии два года назад. Спустя два месяца начали вылезать проблемы. То там сломается, то тут сломается. В итоге, в конце концов, автомобиль сломался, у него заклинил двигатель. Я решил продать этот автомобиль, но, как оказалось, он никому не нужен. Либо он нужен фирмам, которые продают запчасти за очень дешево. В итоге сэкономленные деньги ушли на ремонт, но и после этого автомобиль прожил недолго. Еще через месяц сервисе вынесли приговор. Ремонту не подлежит. Я обратился к людям, которые предоставили мне информацию по этому автомобилю. Автомобиль был немецкий. В Германии он был списан после сильного ДТП. Ввезен был потом как запчасть в Латвию. В Латвии его восстановили, и в России он уже въехал как нормальный автомобиль. Теперь единственная перспектива продажи на запчасти. Однако даже это повлечет за собой дополнительные расходы. Ведь самостоятельно с этого места автомобиль уехать уже не сможет. Ну вот, мы посмотрели сюжет, и я знаю, что... Давайте сразу прокомментируйте. Вот насколько это типичная ситуация для автомобилей, скажем, пригоняемых, ну, из Прибалтики, назовем так. Насколько это типичная? Ну, насколько я понимаю, больше гоняю автомобили из Прибалтики, вот. Ну, просто сказка на самом деле. То есть человек, не знаю, где его купил, потому что он его растаможил в первую очередь, потому что российские номера на автомобиле очень старом. Поэтому, скорее всего, что он завозился как донор и в Россию, то есть как запчасть уже. Потом его здесь собрали? А потом уже его еще и здесь собрали, так что... Конечно, если эта запчасть была, и здесь ее доделывали уже в России, то это, пожалуйста, вот такой результат будет. Если это автомобиль был в Германии и нормально там служился бы, там все было бы хорошо, конечно. Что вы скажете, Михаил? Ну, сказочная история, потому что, действительно, два года назад он его купил в Латвии, он его не мог везти в Россию по определению, потому что сюда... Давайте поясним. Значит, гражданин России не может купить за границей автомобиль. Все, что угодно может купить, но есть ограничение под названием Евро-4. Если автомобиль не имеет Евро-4, он сюда ничего везти не сможет. Поэтому, как вот этот автомобиль оказался в России, большая загадка. И, кроме того, судя по его внешнему виду, этот автомобиль явно куплен на шроте, то есть на свалке. Понятно. И то, что он у него долго не прожил, в общем-то... В общем-то, давай объясним. Скажите, вот после известных событий, когда были введены оградительные пошлины, насколько сегодня этот бизнес и эта услуга покупателями востребованы? Ну, я скажу так. То есть, когда приходит новый клиент, когда он первый раз сталкивается с покупкой автомобиля, он очень долго думает, не доверяет, соответственно, как будете проверять. Обычно такие клиенты не покупают автомобиль. Но когда клиент уже сталкивался с приобретенным за рубежом автомобилем, он приходит и говорит, ребята, вот мне то надо, то надо. Практика существует, и люди, скажем, не перестают их приобретать? Конечно, конечно. То есть, если когда-то человек приобрел автомобиль, то есть, допустим, в 2000 году, не здесь уже, не на внутреннем рынке, а из-за рубежа, вот он его сам пригнал, допустим, сейчас у него там изменилось что-то, вот он уже пользуется нашими услугами. То есть, он всегда будет заказывать из-за рубежа, но на нашем рынке он покупать не будет. Как ваши дела? К вам идут клиенты, и насколько, скажем, они хотят пригнать автомобиль? Все хорошо, идут и охотно, потому что, наконец... То есть, это знающие люди, да, которые понимают, что они покупают? Они покупают не кота в мешке, а покупают качественные... Полагаю, да. Потому что сейчас очень возникла удобная для нас ситуация, а именно кризис расставил все на свои места, и официальные дилеры, за счет... Скажем, BMW продает трехлетняя машина, в цене она уже две трети стоимости потеряла. Там? Там, да. Состояние идеальное, пробег в районе 50 в среднем, тысяч километров. За три года? Да, это довольно часто бывает в Германии. Но это маловато что-то. Вторая машина в семье, как правило. То есть, это нормально. Спрашивают, какие гарантии? Гарантии, вообще-то, продает фирма BMW с более чем столетней историей. Это раз. Второе, за скручивание спидометра в Германию сажают, вообще-то, уголовное преступление. И если у мелкой фирмы это трудно определить, смотано или нет, потому что полиция придет, спросит, ты у кого покупал? У Хакима. Пришли Хакима. А ты у кого? Я у Назима. И так до бесконечности. То на фирме BMW пришли, ты у кого брал? Вот же он. Первый владелиц. Вот он смотал. Поэтому это исключено. И поэтому работать так очень удобно. И, в общем-то, как провозгласила фирма «Мерседес» по своей программе «Юнги Штерн», это расширенная гарантия, что вы за полцены покупаете новый автомобиль. И, в общем-то, так и есть. То есть комплектация, великолепный пробег, мизерный состояние, новая закупочная цена, получается, в общем-то, очень привлекательная и сниже, чем здесь, скажем, по Москве, с предъявлением таких же требований к автомобилю серьезных, суровых, то машина получается, в общем, по цене несколько ниже. Даже с учетом таможенных пошлин. Да, с учетом таможенной пошлин. Но она, в общем-то, невелика в сравнении с ценой. Относительно, конечно, невелика. То есть если двухлитровый мотор – это стандартный, как правило, сейчас дизель, а современный двухлитровый дизель – это, в общем-то, ракета, то 5000 евро, 5400 евро вполне терпимо. Кроме того… Это таможенный платеж. Да, кроме того, пошли моторы довольно тоже современные, тяговитые. Например, BMW Mini мотор 1.4, маленький платеж. Или Е-класса 1.8, бензин, тоже сравнительно маленький платеж. У нас есть звоночек, давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Максим Москва. Да, Максим. Я хотел бы пригнать Fiat 500 себе, новый дизельный, из Германии. И вот хотел узнать, будет ли на него распространяться гарантия в Москве? Спасибо. Нет, гарантия не будет распространяться. Не будет. Автомобили идут в Россию по условию правительства нашего от 3 до 5 лет. Все остальное запретительные таможенные пошлины. И немец, который, или итальянец, там не важно, он уже получил свою прибыль за эту гарантию. А тут вдруг автомобиль на остатках гарантии въезжает в Россию, и какой же русский подпишется давать ему гарантию, да еще и при наших маслах и топливе. Все понятно. Скажите, а кто из стран лидирует по количеству пригодных автомобилей? Это по-прежнему Германия? Германия. А, скажем, Южная Европа или Северная Скандинавия? Те практически тут не бывают. В Россию их не везут. Не везут. И там нет такого объема, нет такого рынка, как в Германии. В Германии самый большой рынок. И, кроме того, судя по тому, что сами финны и шведы покупают машины в Германии, у них, судя по всему, там какие-то высокие пошлины, налоги, и стоимость автомобиля там получается довольно высокая. Но некоторые возят из Швеции, используя какие-то там свои связи, но это такой мизер на рынке, что практически незаметно. Скажите, что с американскими автомобилями, которые привозились с паромами и контейнерами в Финляндию? Этот бизнес еще есть? Можно купить американский автомобиль? Такой здоровый, классический американский самолет? Можно. Можно, но это дорого. Это дорого, это уже не интересно. 3,6 евро за кубик останавливает от этих самолетов. Ну, то есть того потока американок уже сегодня нет? Ну, и сяк практически. Плюс, как бы, у нас еще ввели же налоги на автомобили. И чем больше объем, тем больше, соответственно, налог на автомобиль. Смысла приобретать? Это все есть, но это единица. Ну, и сильно подкосило соотношение евро к доллару, 1,3. Почти невыгодно. Ну, и Европа, и немцы еще сделали, как бы, выводы из кризиса. Цены у них сильно упали. Какие круги, может быть, ада, а может быть, наоборот, если человек решит сам поехать автомобиль. Вот такой алгоритм, расскажите, куда обращаться? Если не в фирму. Если человек сам покупает билет на самолет, там, до Гамбурга, или куда-нибудь поближе, до Польши, а потом пересекает границу. Что ему надо делать? Теоретически, при условии, что он ему везде везет на каждом шагу. При условии, да? Да, суть такова. Человек должен, не может вылететь за автомобилем, не купив его предварительно, потому что обратно сюда его не пустят, потому что нет депозитного платежа. То есть это как бы растаможка вперед. То есть вначале перевезти деньги? Сначала в таможне покупается машина, в таможне вносится депозитный платеж, получаешь на руки бумаги, что все оплачено, тогда можешь ехать за своей машиной, тогда для тебя ворота открыты, тебя пустят в Россию. Если депозитный платеж не внесен, ты поехал машину, решил сам покупать, поехал в Европу, купил машину, возвращаешься на ней, если это финская граница, тебя не пускают, потому что депозит не внесен, оставляешь машину на границе, поехал на свою таможню внутреннюю по месту жительства, вносишь деньги, поехал забирать свою машину. Это через Финляндию. Если через Белоруссию, оставляешь машину в Бресте, едешь по месту жительства и так далее. Либо другой вариант. Батьке Лукашенко платишь полную таможенную стоимость российскую, она в Белоруссии и в России одинаковая, и тебя спокойно отпускают до твоей внутренней таможни. А во внутренней таможне еще раз платишь эти деньги в виде таможенного платежа. Потом возвращаешься к Лукашенко и забираешь свои деньги. Ух, как непросто-то, да? Либо, возможно, еще такой вариант, что купил машину, позвонил друзьям, предварительно выписав им доверенность на любой автомобиль и действия в таможне, они вносят таможенный платеж, доезжаешь до Тересполя, там на поезде встречаешь свои бумаги. Это вы говорите при условии, если повезет, если все будет складываться идеально. Дальше, когда приезжаешь в Европу искать себе машину, существует и очень четко работающий закон подлости, ничего, что тебя интересует, нет на данный момент. Нет, ну как, если я уже выбрал машину, если я уже оплатил... Нет, нет, а если вы выбрали машину, вы связались с немцем и сказали, что я из России еду к вам за машиной, она меня дождется? Он говорит, конечно, вы туда приезжаете, а машина уже продана, потому что... А почему вы смеетесь? Потому что 50% постоянно так договорились. Да про порядочные немцы обманывают покупателей? Не обманывают. А в чем обманывают? Кто дал денег вперед, тот и... Звонок из России, не подкрепленный деньгами, это ничто. Это раз. Второй менталитет российских граждан, мне тоже звонят, я еду сейчас с вами, встретиться обязательно, я заказываю машину. Приезжает только... доедет только каждый десятый. У нас есть звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Александр. Да, Александр. Меня вот вопрос, сейчас вы ответили на вопрос по поводу гарантии автомобиля. Вот я не до конца понял тоже этого момента. Если я хочу купить машину в Германии, с завода новую, во-первых, при выезде, въезде, точнее сюда, в Россию, получу ли я такс-фри на нее, это первое, почему не распространяется гарантия? Когда наши сервисмены в Салоне, вот я выезжаю на новые автомобили, в Европу часто езжу, они мне говорят, что если у тебя там что-то случится, то ты будешь иметь гарантию в официальных дилерах Евросоюза. Понятно. Пожалуйста. В вашем случае, скорее всего, гарантия будет действовать, потому что вы же не эксплуатировали автомобиль еще. Поэтому ее могут легко передать русскому дилеру. И русский дилер легко на это, опять-таки, согласится, поскольку машина новая. В отношении НДС, НДС вам вернут. Ну, а повторяю еще раз, что такого случая, чтобы гражданин России или нашего таможенного союза поехал на завод, купил новую машину и приехал на ней сюда и заплатил таможенную пошлину, в практике еще не было. 47% не потянул ни один карман. Люди идут в салон. Что такое 47%? Расскажите, пожалуйста. Откуда они берутся? Это пошлина, которая снимает таможенную. Пошлина, акциз и прочее. В сумме дает длинная цепочка, в сумме платежей в сумме дает 47%. То есть стоимость автомобиля, я еще заплачу 47% его стоимости. Причем эта стоимость будет идти у вас не... Как вы купили на заводе, а эта стоимость будет идти по каталогу Шваки. Естественно, там цена еще завышена. В итоге вы получите цену в полтора раза больше, чем здесь в России. Так что случаев таких в природе еще не было. С введением новых пошлин. Мои коллеги провели опрос на улице нашего города, задавали людям следующее. Что лучше, пригнать авто из-за границы или купить в России? Да, вот знают ли они про те 47% или предпочитают, скажем, отдаться в руки наших динок? Если про новую машину, здесь без вариантов, надо покупать в салоне. Давайте послушаем. Пригнули на из-за границы. Потому что у нас собирать не умеют автомобили. Смотря по каким годам и параметрам. Лучше, конечно, из-за границы, потому что наш не очень. Хотя я сам пользуюсь Жигули. Классик. Из-за границы. Ну, потому что мне кажется, что они более качественные. Ну, я думаю, что из-за границы. Качество другое. То же самое, что делают здесь. Эти иномарки, они некачественно делаются. Даже под контролем всех этих фирм. На себе испытывают. Наши автомобили хорошие. У меня был Патриот, на котором я прошел Монголию, Саяны, Байкал. Все. Хороший автомобиль по проходимости. Но день едешь, день ремонтируешь. День ремонтируешь, день едешь. Приходится выбирать, что лучше. Или же ехать не ремонтировать в комфорте, надежности. Или с ремонтом. Но ремонт можно производить в любых условиях. Так что у каждого свой выбор. И смотря какие дороги, по каким дорогам ты направляешься в какую поездку, в какое странство. Ну, вот мы даже здесь поулыбались, слушая последнего нашего ответчика. Скажите, вот все подмечали, что качество сборки автомобилей импортных, по факту импортных, здесь отличается от качества сборки там. Так ли это? Я лично сталкивался с Таурегом. Таурег, произведенный в 2008 году, я уже не помню. Он уже давно был произведен в Германии. Здесь кожаный салон, пластмасс. На ощупь, по сравнению с нашим, который в 2011 году, кажется, был выпущен. Вот, это, ну, две разные вещи. То есть, вот, руль тоже трогаешь. Кожа, вот, допустим, в нашей машине, она скрипит почему-то. Она вот какая-то деревянная. Вот, в немецкий Таурег садишься, вот, ощущаешь другие ощущения абсолютно. Значит ли это, что там существуют другие конвейеры, какие-то параллельные конвейеры? Они делают для себя лучше, а все остальное отправляют, ну, скажем так, в другие страны? Не параллельные. Это один конвейер? Один конвейер, но подвозят разные детали на него. Нет, я просто говорил за автомобиль, собранный уже здесь, на нашем заводе. Ну да, что он отличается от автомобилей. Вот у нас же Volkswagen есть в Калуге, собирают автомобили. Это небо и земля по сравнению с тем же автомобилем, но с немцем. Ну, не забывайте, опять же, года. То есть, там был год 2008, а здесь уже 2011. Ну, то Германия, это уже Россия. И даже толщина краска у немцев дороже используется. А почему так? Это сознательно? Это вопрос к нашему производителю. Нет, просто наш покупатель готов платить меньше деньги. То есть, не готов платить большие деньги за машину. Да, но ведь должен же быть тот самый АТК, те самые официальные представители компаний, которые должны это качество отслеживать. Получается, что они заведомо знают, что для себя выпускают автомобили лучше, а в России получается что хуже. Ну, таковы немецкие стандарты жизни. Это нормальная практика? Да. Для себя лучше на экспорт, хуже. То есть, все эти автомобили, которые продаются сегодня в наших салонах, они априори хуже тех автомобилей, которые выпускаются. Такие же автомобили, которые выпускаются в Германию. Абсолютно. Да. Причем даже не важно, какой марки будет. Это там Mercedes или BMW. Давайте продолжим ту самую историю, как купить человеку автомобиль. Могу ли я, приехав вот к этому автомобилю, его попробовать? Покататься, поторговаться? Насколько, скажем, иностранец, тот самый бюргер охотно идет на скидку, дает покататься не пять километров, не где-нибудь там по улочкам, каким-нибудь штрассой, а выехать на автобан и, что называется, нажать гашетку в пол. Ну, если вы приехали, скажем, в мелкую Турецка, арабскую, югославскую лавочку, то он охотно вам скинет и 500, и 1000 евро, потому что есть за что. Но если вы приехали к официальному дилеру, очень трудно выбить скидку, потому что машина идеальна, там не за что зацепиться. И потом он говорит, что преддаст лист бумаги, где написано будет, что эта машина стоила новая 60 с лишним тысяч евро, он ее продает за 15 тысяч евро, а дефектов там, извините, раз-два и обчелся. А почему такая разница в цене? 60 стоила за 15 рублей. Кризис по стране идет, по миру идет. У них? По всему миру идет кризис. И в связи с этим вот так падает цена? Это цифры вот с сегодняшнего дня? Да. Поэтому в Германии очень привлекательно, в Европе и в Германии покупать машины, потому что машина катастрофически теряет в цене. А скажите, могу ли я как покупатель, вот у тех же, скажем, немцев, у тех же официальных дилеров, попросить предоставить все документы, что было с этой машиной? Кто был хозяин? Условно говоря, мужчина, женщина. Куда они ездили? Часто ли вы езжали там, скажем, за границу, катались на автобанах и прочее, прочее. То есть эта вся информация мне предоставляется? Вам дадут только информацию, как она обслуживалась. Сервисную книжечку дадут? Да, сервисная книжка, вот, и в ней все четко, ясно написано. То есть вы можете даже к дилеру прийти, вот, у которого она обслуживалась. Надо не побояться к нему пойти и спросить, ребята, вот сервисная книжка у меня на руках, а действительно ли это проходило? Они вот по компьютеру действительно стеряются, да, у нас все это вот делалось. Хотя это тоже момент проверки. И скажет еще вам о них. Правда, я не знаю, скажет ли он обычному покупателю. Когда от нас идет звонок, он звонок от немецкой фирмы, мы имеем полную информацию, нам зачитывают по компьютеру всю сопроводительную историю, то есть какие работы проводились по кузову и на сколько денег. То есть, в принципе, эту информацию получить можно? Они обязаны или это инициатива? Не обязаны. Не обязаны? Это акт доброй воли. Акт доброй воли. Давайте послушаем нашего зрителя. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. Сергей меня зовут. Я немножко, к сожалению, немножко поздно включил телевизор. У меня вот тоже проблема такая. Не то что проблема. Я хочу в декабре ехать. Я сам в Карелии живу. Хотел бы съездить, посмотреть автомобиль в Котку. Я думаю, в курсе люди о таком сайте Global Auto и самый большой рынок в Котке. И я так понимаю, что я не могу приехать и на месте заплатить за автомобиль деньги наличными и на нем уехать обратно в Карелию. То есть, так же, как вы объясняли депозитом. Да, да, Сергей, да, понятен вопрос. Да, та же самая схема. Ну да, никак. Да, то же самое. То есть... Доехал до границы, оставил машину. Оставил машину. И на место жительства. Или же изначально внес таможенный депозит. Да, но причем если неизвестен автомобиль, то, как правило, это двойная цена. Он должен знать ВИН автомобиля, точный объем двигателя, год выпуска. Потому что, допустим, возможно, написано 2008 год, там 10 месяц. Приезжаешь, в техпаспорте оно написано так, а произведен автомобиль был в шестом месяце. Особенно если касаемо американских. А он уже, получается, не проходной. То есть, в любом случае, нашему зрителю придется возвращаться по месту жительства, да? Да, то есть, он поехал туда, приобрел автомобиль, оставил там на стоянке, вернулся в Россию с документами, уплатил таможенную пошлину, получил сертификат. И опять сюда поехал? Ну, поехал опять туда, забрал автомобиль и уже въехал в Россию. И еще такой маленький нюанс тоже, нужно не забывать проверять. Дошла ли информация на таможне, чтобы его опустили? Потому что сертификат дают. А на таможенном посту, может быть, информация еще и не дошла. Ну, бывает такие случаи. Я предлагаю нашим зрителям ответить на три вопроса, да? Наш интерактив. Пригнали ли бы вы себе авто из-за границы? Да, нет слишком много проблем, вот о которых говорят наши гости. А я уже, собственно говоря, езжу на пригнанном автомобиле. В конце программы подведем итоги. Скажите, получается, что вообще эта вся история такая очень замороченная и очень длинная. Какие еще могут быть подводные камни, помимо вот этих таможенных платежей, вот точности в документах, проверки сервисной книжки? Что еще может подкарауливать нашего человека там? Во французских автомобилях этот автомобиль может и японцы тоже. По немецким документам он трехлетка, а на практике он окажется непроходным. То есть очень долго продавался. А таможня наша считается момента выезда с территории завода. Поэтому если это японец, вот пока проплывет, пока продастся, французы тоже очень долго продаются. И у них может год где-то быть разницы. То есть в течение года автомобиль может не продаваться? Да. Может и более не продаваться. Бывает и так, да. Скажите, вот еще тема прибалтийских автомобилей, вот к нашему вводному сюжету, о том, что понятно, что там такие конструкторы собирают. Вот как это все? Этот механизм каков? И как на него не напороться? На самом деле это уже миф на данный момент. То есть автомобили там уже давно не собирают. То есть, грубо говоря, лихие 90-е давно уже канули в лет. Хорошие автомобили, то есть за которые стоит браться, их собирают и в Германии, и в Польше, и в той же Франции, и те же наши умельцы. Не обязательно. У нас просто с тех времен осталось, что в Прибалтике их лепят. Нет, в Прибалтике тоже никому этим не интересно заниматься, потому что это работа. Работа должна быть оплачена. В Европе лучший человек пойдет в любое другое место и будет работать. Ну, так как все равно машины лепят. Ни одну машину видел. Ладно, пускай не собирают даже из двух. Топленные машины восстанавливают, еще какие-либо. То есть вот эти утилизированные, еще что-то делают. Да. А почему через Литву все это делается? Потому что в Литве это все легко поставить на учет, получить номера, а уже с Литвы, получается, ну, с Литвы, с Латвии, там, с Эстонией, с той же Болгарии, как я вот говорил, уже оттуда легко пригнать в Россию, и, соответственно, этот автомобиль тоже растаможит, поставить на учет здесь. То есть вот как сюжет у нас первый был, что он купил, грубо говоря, какой-то шрот, в Литве его восстановили, он получил номера, вот, и приехав в Россию, ну, как бы, автомобиль, естественно, другого класса будет. Смысл, за тысячу евро вам никто там заниматься ерундой не будет. А вообще, статистику еще так заметил, то, что из-за кризиса, всегда, вернее, находясь в Германии, с завистью смотришь на автомобили, которые продаются в салонах, BMW, Mercedes, Audi, красивые, потрясающие, но цена заоблачная. И тут случился кризис, и цена начала падать. И по некоторым моделям, даже, например, Z4 BMW, в поисковике задаешь в мобиле DE все нужные данные, открываются страницы, и с удивлением видишь, первые пять строчек это продают официалы BMW. А потом идут турки, югославы и так далее. То есть, какой смысл вообще обращаться в эти мелкие лавочки, когда есть уже, за эти даже дешевле есть и официал. И статистика такова. То, что куплено через официалов, проблем ни у кого из клиентов не было ни разу, машин продано много было. Понимаете, простите, я вас перебиваю, но вот пугает, я думаю, что многих пугает, я покупаю у официала, и это априори дороже. Понимаете? Ну вот на самом деле уже нет. На сегодняшний день уже нет? Да, уже нет. На сегодняшний день, да. То есть, по крайней мере, не дороже. Может, не дешевле, но не дороже. То есть, вот проезжая по Европе и видя такие импровизированные стоянки с автомобилями, там, где их стоит, там, 50-100 автомобилей, это тоже, в общем, какая-то зарегистрированная фирма. Но это те фирмы, в которые обращаться не стоит. Не стоит, у них ширпотреб... То есть, у них как бы поток все подряд продают, они толком, скорее всего, даже не знают историю этих автомобилей. Давайте послушаем нашего зрителя, продолжим, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. Сергей Рязанец. Да, Сергей. Вот у меня вопрос такой. Стоит ли покупать автомобиль из Европы дизельный, который на их солярке там ездил, который будет ездить у вас? Спасибо. Конечно, стоит. Без вопросов даже. Стоит, но нужно заправляться на нормальных заправках. Нет, ну, не везде, может, нормальные заправки есть. Ну, скажем так. Я такие заправки вот видал, что... Скажем, 320-е дизельное BMW. Заправляешь бак, или 520-е BMW дизельное, и выскакивает надпись на табло приборов. Следующее. Вам хватит топлива на 1100 километров. Ну, за 1100 километров можно найти приличную заправку? Ну, можно, но все равно, да. Все равно вот это качество нашего топлива вообще очень многих производителей отпугивает, да. Не случайно к нам так неохотно попадают на рынок дизельные движки, потому что, в общем, говорят, что нет в России, скажем, качество дизеля оставляет желать лучшего, и поэтому, скажем, в какой-то новой линейке автомобилей мы получаем бензиновые двигатели. Насколько там популярен дизель? Очень популярен. При том, что он дороже бензина? Он дешевле. В Европе он дешевле. Неправда. Этим летом... Дизельного топлива... Этим летом... Иногда случается перегон на Россию, я еду на дизельные двигатели, думаю, ах, как хорошо, так мало денег надо на дорогу. А если я еду на бензине, думаю, какой кошмар, ну кто это заказывает? Ну, это ваше личное ощущение. Ну, это не мои личные, это ощущение моего кошелька. Скажите, вот по поводу возвращения налогов, вот эту ситуацию давайте проясним, да? Ну, вот возвращение НДС, как это происходит и как это дело можно все оформить? У каждого схема своя, будем говорить так. Мы, допустим, возвращаем через свою литовскую фирму НДС. То есть мы приобретаем автомобиль в Европе, то есть неважно, это Италия, Германия будет. Регистрируем его в Литве, и литовская фирма уже экспортирует в Россию. Когда я пересекаю границу с Россией, получаю, соответственно, отметку, получаю здесь техпаспорт уже, и так далее, и тому подобное. С этими документами возвращаюсь, я получаю НДС обратно. Но, как бы, эти деньги у меня, получается, из Европы не увозят. Если вот как россиянин будет, то есть ему нужно будет зарегистрировать банковскую карту, вот, ему эти деньги потом придут на карту. Правильно же я говорю? Ну, если фирма решит отдать ему эти деньги, то деньги к нему придут на карту. Все понятно. То есть вариант возможен. Вариант того, что ему не вернут НДС, вероятность того, что ему не вернут НДС, довольно мала, но она существует. Она существует. Опять же, это все нужно обговаривать сразу с продавцом. Ну, понятно. Я вот вывожу, вы мне конкретно вот на эту карту, вот, и это можно еще прописать в отдельном договоре, что НДС будет возвращен. Это очень важно. Это очень важный момент. Наша фирма легко работает с любыми немецкими фирмами, потому что по немецким законам нам НДС возвращает... То есть мы платим полностью за автомобиль цену на продавцу, но нам раз в месяц возвращает немецкий финансамт эти деньги. Понятно. Независимо от того, вернуть. То есть лопнет та фирма, не лопнет, обанкротится, не обанкротится, роли не играет. Мы свой НДС получим обратно. Понятно. Давайте послушаем еще один звоночек. Здравствуйте. Алло, алло. У нас есть звоночек? Да, видимо, нет. Что еще... Скажите, а вот подкатываемся к деньгам. Насколько экономней, несмотря на эти самые трудности, о которых мы говорили, хорошее истечение обстоятельств, либо плохое, насколько выгоднее ехать самому или же воспользоваться, скажем, услугами фирмы, посредника, которая за тебя все сделает, и, в общем, у тебя не будет болеть головы? Есть разные фирмы. Некоторые берут за услуги астрономические деньги, тогда, конечно, лучше самому и помочиться лучше. В случае нашей фирмы услуги наши стоят довольно мало и однозначно выгоднее обратиться к нам, потому что человек не имеет подводных камней раз, и он экономит время два, и мы все делаем для него три. Получает здесь все под ключ. То есть от него требуется только доверенность и деньги, больше ничего. Получает готовый автомобиль на свое имя. А если он сам поедет, то есть мы предлагаем услуги в плане покупаем только официального дилера, клиент видит сам, кто продает, какой пробег, всю историю он знает и говорит, нравится, не нравится, покупаем, не покупаем, ему купили, все, он всем доволен. То есть теоретически мы в этом деле практически не нужны, он вроде бы сам также может на фирму позвонить, договориться, но здесь небольшие подводные камни. То есть он договорился, приехал, машина продана. Это раз. Хорошо, допустим, он рискнул купить машину, это можно в принципе делать, риск небольшой, машина в идеале, фирма BMW или Mercedes, машина на гарантии, он перевел деньги в фирме, машина, естественно, будет его ждать. Человек приезжает забирать свою машину, ну и вдруг такие случаи редко, но бывают. Например, X5, мы приехали, да, фирма BMW, все хорошо, приехали, крашеная чуть ли не кисточка, очень плохо. Спрашиваем, почему? Она же у вас не числится, не битая, не крашеная. А я не знаю, у меня в акте написано, что она не крашеная. И поэтому, если вы перевели деньги, вот вам ключики и езжай на этой машине. Либо был тоже такой случай, коробка автомат на дорогой Q7, повышающая передача не работает. То есть, опять-таки, ну вот вам ключики, езжайте, чините, где хотите. Все. Насколько сложно получить, скажем, номерной знак? Да, ведь понятно, если мне... О, в каждой земле это, опять-таки, по-разному. То есть, это тоже какие-то очередные препоны на пути домой? Да. Некоторые, скажем, земли дают только желтый транзитный знак, короткий. Некоторые только красный транзитный длинный знак. Это тоже нужно все узнать? Причем, ладно, это и на том, и на другом транзитном номере ехать можно. Но дальше ты должен зайти в таможню, чтобы НДС получить, оформиться. А в таможне, опять-таки, зависит от земли конкретной, от конкретных законов. Некоторые таможни дают, оформляют НДС только на красные номера, некоторые только на желтые номера. Это касательно Германии. Да. Допустим, а в других странах, то есть, допустим, поехать в Бельгию или еще что-то, там тоже проблематично довольно-таки. Могу ли я там застраховать автомобиль на время поездки? Обязаны застраховать. Обязан? Обязаны. И без этого я просто... Не в одной стране есть. Типа ОСАГО. Союза. Да. Без страховки вы не сделаете ни метра. Без страховки невозможно ездить по Европе. У меня такое ощущение сложилось, что вы вот эти все кошмары рассказываете, специально запугивая наших зрителей, тех, кто хотел сам поехать. Почему запугивали? Такая куча проблем. Ничего, на самом деле, здесь все это сами проходили. То есть, каждый из нас... Ну, у вас опыт за плечами, конечно. Поэтому, когда звонят клиенты, извините, с таможни, говорят, а то вы знаете, у нас здесь вот штрафов столько-то, столько-то там, превышение скорости, платные автобаны и то и то. Что делать? А проходит европейскую таможню, сталкиваются еще с русской. И говорят, ой, а здесь еще и таможенная почва, а мы хотели дома уплатить. И люди уже готовы этот автомобиль бросить, приехать домой и лечь спать. Очень много таких тоже бывает, что звонят и вот догоните нам автомобиль уже, не пригоните, а довезите его, потому что мы уже не можем просто нервы лопать. Штрафы везде огромные в Европе. Это не Россия, что можно договориться за тысячу рублей кому-то что-то. Давайте подведем итоги нашего СМС-голосования. Мы спрашивали, пригнали ли вы себе автомобили за границей. Да, нет, много проблем, а я уже на таком езжу. Вот наши зрители, группа наших зрителей вконтакте, в интернете, эти контакты, да, пригнали бы, 62,6 процента, то есть им высказывают желание. 29,9, нет, много проблем. Это вот тех, о которых вы говорите. И езжу 7,5 процентов. У нас, да, 33, нет, 17, и езжу 50 процентов. Да, какой вот, какой, 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 какой разброс в цифрах, но все равно, как бы, тенденции налицо. Наши зрители, 50 процентов, ездят, хотят пригнать, 62 процента, цифры, наверное, отрадные. А вот если вы, вы можете абстрагироваться? Вот если вот, вот у вас нет ни фирм, ничего, ни опыта, вот вы бы купили себе автомобиль из-за границы? Или я? Да, конечно, купил. Вы абстрагировали сейчас? То есть вы осознаете, что вы говорите? Он однозначно лучше? Все начиналось-то еще, когда была, допустим, та же восьмерка, вот в которую постоянно лазил по молодости. Да, конечно, это романтично, как говорится, в своей машине. Ну, видишь, сосед приезжает, когда увидел, вот у кого. Ну, понятно. Ну, это первое. Простите, Михаил, я понял ваш ответ, Михаил, вы буквально несколько слов. Да, конечно. Конечно. Надо покупать иномарку. Там. Там. А здесь, ну, здесь покупать, это как бы, если у тебя есть склонность играть в казино. Все понятно, в лотерее. В лотерее, да. Я понял, я понял ваши мысли. У меня есть, что спросить у вас после эфира. Я воспользуюсь знакомством с вами. Уважаемые телезрители, вот вопрос, точнее, ответы наших экспертов. Поэтому, конечно, в конце концов, решать вам. За сим мы прощаемся. И хочется пожелать вам хорошей дороги и хороших попутчиков. Субтитры подогнал «Автоплюс» Программа «Попутчик». Программа «Попутчик». Программа «Попутчик». Я не согласен, похоже, тут серьезные. Девочки, да, это навиганты. Истинная собака. Такая оптимистка. Прощается? Прощается. Прощается.